Ребятки, всем привет! Рубрика вопрос-ответ нынче. Ой, моя ласадка пришла ко мне, девочка, сейчас вам покажу. И она хочет уже сразу убегать. Вот она, вот она хорошая. Хорошая кися, такая мякуша, мякуша, мягенькая. Ой, всё, видите, на руках не сидит. Так, ну что, погнали. Собрала я тут немножко вопросов. Ну как немножко, три с половиной странички. Поехали. Моя реальная жизнь. Вы оставались ночевать у Шаповаловых? Вроде же вы в квартиру снимали. Что-то я пропустила. Да, видно, пропустили вы. Мы на трое суток снимали квартиру. Ну, мы так захотели, потому что у нас Соня, собака и у Шаповаловых собаки. Нам Соне удобно в квартире, мы закрываем и всё нормально. Это уже испробовано. А четвёртые сутки мы внезапно остались и ночевали у Шаповаловых. Так, Гуля Бекназарова. Юлечка, прекрасно выглядишь. Спасибо. Так легко себя чувствуешь, как у себя дома. Всё равно зависит от хозяев, потому что они простые люди. И это правильно, да. Юлечка, свой дом на земле – это другое. Не то, что квартира. Вам тоже надо перебраться в домик. Юленька, скажи, хотела бы домик? Да. И мы там в своих видео где-то, по-моему, говорили, что это классно. Мы и раньше об этом думали. Но мы, наверное, я говорю, какие-то тяжёлые на подъём. Мне сложно взять всё и переменить. Мне страшно, мне непонятно и в том же духе. Так. Во-вторых, домик это должен быть… Я привыкла, я городской житель. Я никогда… у меня нету бабушек, дедушек в селе. И я привыкла к условиям городским. То есть всё. Поэтому, ну то есть элементарно, ванна, туалет, понимаете, да? Поэтому это должен быть домик, обязательно оборудованный вот этими элементарными вещами. А они стоят дорого. Вот всё. Так, дальше. Стасия Влог Соколовская. Вопрос в рубрику. Юль, а ты будешь поститься в Великий пост? Нет, к сожалению, мы пост не соблюдаем. И, ну, никогда, никогда этого не делали. Ну, так вот мы живём. Стасия Влог Соколовская. Привет, артисты! С покупками! Спасибо. Вопрос в рубрику. Какие магазины есть в Кропивницком, которых нет у вас? И есть ли товары, что нет у вас? Ну, во-первых, даже если те магазины, которые есть у нас, вот даже АТБ тот же, в Кропивницком он большой, у нас же маленький АТБ. У нас как-то ограничен ассортимент товара всё равно. А там большой город, большой даже тот же магазин АТБ и больше товаров. Допустим, если это там соевый соус, то это там их много. А у нас в АТБ на витрине там буквально там сколько-то там видов по пальцам пересчитать. Какие магазины, которых нет у нас? Если бы я помнила название, я позабывала. Не надо видео включить и посмотреть. Ну, много, много магазинов, которых нет у нас. К сожалению, название я сейчас не вспомню. Крутится на языке у меня. Короче. Ну, может вспомню, потом скажу. А, Велмарт. Вот, Велмарт. У нас даже такого нет. Так, дальше. Ирина Глизнутца. Привет, я ваш новый подписчик. Одесская область вас смотрит. Вы душевные, приятные ребята. Спасибо, Ирочка. Мы рады с новым друзьям, новым знакомым. Вопрос. Сколько вам лет, включая собаку? Спасибо за позитив, добра вам. И вам спасибо. Сколько нам лет? Мне 33 года, Сергею 58. Леночке исполнилось 12. Собачке 2 года и 1 месяц. Ну, как-то так. Так, дальше. Зоя Матвеева. Очень бы хотелось встретиться с вами летом на море. Юлечка, вы куда планируете летом поехать? Ой, Зоенька. Вообще планируем мы это Очаков. В Очаков мы хотим съездить. Мы в прошлом году ездили в первой половине июня. Там есть база отдыха Санта с обалденными условиями по низкой цене. Там буквально эта цена до какого-то там 20 июня, по-моему, или какого-то. Ну, как-то так. В два раза дешевле, чем есть на самом деле. Короче, этот домик прямо на берегу Лимана, обалденный, классный. Есть на видео он, база отдыха Санта. С веранды, с там деревянный стол, стулья. Получается комната с диваном раскладным. Плюс кухня оборудованная, ну, умывальник, ну, раковина, мультиварка, чайник, посуда. Всё это есть, ничего везти не надо. И плюс ещё одна комната с большой двуспальной кроватью. Короче, двухкомнатный номер, естественно, в номере душ, туалет и очень классно. И цена, я сейчас точно не помню, в сутки, по-моему, 600 с чем-то гривен в сутки за троих. Это очень низкая цена. Вот мы хотим поехать в Очаков, вот в эту низкую цену попасть. Потом мы этим летом планируем побывать в Бердянске, потому что мы ни разу не были на Азовском море вообще, в Бердянске. И там рядом ещё коса есть, ну, там есть что посетить. И там и зоопарки, и аквапарки, и всякие вот это вот такие штукенцы классные. Вот. И дай бог получится, мы хотим съездить в Лазурное. Может быть, ну, я же говорю, не буду загадывать, хотелось бы, чтобы так получилось, с Шаповаловыми побывать на море. Они ездят в Лазурное. Вот. Ну, вроде они собираются в конце августа, ну, будем как-то подгадывать, ну, постараемся, в всяком случае. То есть, Очаков, Бердянск, Лазурное. Дальше. Ирина Панова. Юля, скажи, пожалуйста, какие уколы вы ставили Сергею? Леночка, рассказываю. Сергей со спиной мучается много лет. Больше, больше, я не знаю, больше 10 лет, наверное. У него грыжа межпозвоночная, и, по-моему, не одна. И очень, ну, раньше чаще было. Где дерево постучать? Сейчас довольно-таки редко. Если продует где-то, еще что-то, у него сразу воспаляется и какой-то там нерв как-то, я не знаю, что там такое. И он спасается уколами. Вольтерен или вольтерен. Вот так, вольтерен. Уколы. Есть мазь вольтерен. Да, что мне как будто атласы волосина. Я ж намазюкалась этой помадой блестящей-то. А она липкая, как будто волосинка мешает какая-то. Есть мази вольтерен. Сережка пробовал? Нет, ерунда. Уколы. Вот только, и лучше их вот на первой стадии, когда только заболела. Потому что у него бывает так, что прям переклинит, он просто вот лежит несколько дней. Чтобы этого не было, сразу заболела, сразу укол. Но один укол в сутки. Больше трех уколов нельзя. Три это максимум. Иначе оно влияет на, по-моему, на почки. Так, 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 дальше. Лилия Дейтс. Добрый вечер. Приветик. У меня вопрос. А почему вы не можете друг к другу на поезде ездить? Может, проще было бы? Лилечка, не знаю. Честно, даже мы не думали. Мы привыкли ездить на машине. Это раз. Во-вторых, на поезде нереально с собакой. Даже если возьмут в поезде собаку, я просто не знаю. Она не сможет. Она будет гавкать, она будет лаять. Много народу. На поезде не вариант с собакой. Виктор Байербах. Привет, артисты. Привет. У меня вопрос к Сергею. Сколько прошел ваш Ford Fusion? Я имею в виду пробег машины. Виктор, на данный момент пробег машины 139 тысяч километров. Иван Обухов. Юль. Вывески, билборды, называются баннеры. Да, да. Ага, Серега, вечера на хуторе близ Диканьки я люблю. А в рубрику вопрос-ответ так. А далеко от вас Диканька, сорочинцы, гоголевские места? Ой, Ванечка, да, далеко, я не знаю, сколько точно километраж, но мы живем в Николаевской области, а вот эти вот Диканька, по-моему, если не ошибаюсь, находятся в Полтавской области. Вот надо посмотреть, гугл, гугл помощь, я точно не знаю. Галина Вышивка. Фух, слава богу, вот это адреналинчик, так переживала за вас. А вы как перенесли дорогу? Галенька. Значит, уже выявленный факт. Вот нас, этот инкубатор у меня в голове, ну, женщина, которая говорит о дороге, ну, гугл карты, господи, навигатор, вот. Навигатор не туда завел, он нас свернул не по той дороге. Надо было как-то раньше разобраться, есть другая дорога, но мы поехали не по той, но суть в том, что как-то проехали, как-то перенесли, конечно, долго, устали, потому что маленькая скорость и получилось долго по времени, но есть другая дорога, мы не там свернули. Так, дальше. Елена Шульц. Юля, а у вас есть друзья? Кажется, что вам очень не хватает близких по духу людей. Леночка, я уже где-то в каком-то видео отвечала на этот вопрос, и, по-моему, не раз, что друзья, ну, мы вырастаем, и у нас мало остается друзей, потому что у всех свои семьи, дети, какие-то домашние дела, суета, и на какую-то дружбу, ну, просто не хватает времени. Но мне повезло, потому что у меня лучший друг – это мой муж. Мы с ним можем разговаривать часами, о чем угодно, сколько угодно, на любые темы, и это классно. А так, друзей, да, действительно, у меня очень-очень-очень немного. Так, Марина Тимошенко. Юлечка, а где была Ласа, когда вы были в отъезде? Мариночка, Ласа была дома, она у нас самостоятельная девушка, и остается без проблем дома. Мы ей насыпаем много корма, это, конечно же, сухой корм. Насыпаем несколько штуки, три контейнера, ну, смотря на сколько уезжаем, наполнителя, воды, прямо оставляем ведро воды, на всякий случай, мало ли, если она мисочку свою перевернет, и все. А если мы уезжаем на море, и это длительный срок, у нас есть знакомая соседка, которая может прийти и проверить, там что-то поменять, что-то там досыпать и так далее. Дальше, Натаха Лабаденко. Привет, Юленька, Сергей и Леночка, хорошего вам дня, ура, моя любимая рубрика. Юля, вопрос в рубрике, у Леночки проколотые уши? Да, Наташенька, проколотые уши, но я ее заставляю, это у нее первые серьги золотые в ушах, и прокололи мы уже давно, наверное, в классе третьем ей ушки. И сережки уже просто ей стали малы, они уже жмут ушко, я никак не могу ее уговорить пойти поменять. Эти сдать на другие, ну там с доплатой, или как у нас есть ювелирный магазин, где приносишь свое изделие, берешь другое и доплачиваешь разницу. Это очень удобно, очень классно. Вот не могу ее заставить пойти поменять. Люба Фрак пропустила это видео, сейчас смотрю. Юля, Сергей, все правильно вы говорите насчет дружбы с Олей и Колей. Никого не слушайте, вы отличные и они отличные ребята. А дружба это очень-очень даже классно. Юляша, ты мне лучше скажи, а ты вареники лепишь? Кто-то как-то раз писал, что вы же украинцы, вареники это ваши, а я что-то не видела, что ты вареники лепишь. Я с тестом не дружу, Любочка! Ну, вообще, да, это считается вроде национально-украинское, там, вареники, да. Нет, пельмени это, по-моему, русское больше блюдо. Ну, короче, нет, лепят у нас вареники. Просто Сергей у меня вообще не ест ни вареники, ни пельмени. Он может поесть, но очень-очень редко, там, где-то если в гостях, там, подали, допустим, вареники, то он из-за уважения, конечно, будет есть. А так, ну, он не любитель. Вот. А Лена, в принципе, если по вареникам, то она любит вареники с картошкой. Ну, как-то я редко, я говорю, у меня тесто, то тесто не такое я сделаю, ну, не дружу я с тестом, то они у меня вроде нормальные, слепила, короче, воду кидание у меня распадается, ну, такое, не знаю, что-то я, не получается у меня. Так, Ирина Грущенко. Артист, извините, вопрос сам пришел в голову. Вы видосы и раньше клепали, а не монтировали, или у Шаповаловых переняли термин? Да, Ирочка, я тебе как раз отвечала на этот комментарий. Вот. Получается, переняли. Оно, употребляешь те слова, с кем ты находишься, там, какое-то время, ты хочешь, не хочешь, сам не замечаешь, ты их начинаешь использовать. Есть такая вот фигня. Но термин «клепали» мы используем, мы Шаповаловых смотрим давным-давно, больше года, и этот термин мы переняли, наверное, месяца 4, ну, может, 5, ну, пускай где-то полгода, не знаю, даже меньше. Он как-то мы и сами не заметили в голове, потому что каждый день смотришь, смотришь, и ребята клепают. Короче, мы уже клепаем, не замечаем даже. Богомолова Наталья. Приветик, привет. Счастье, ага, тут у нас песня. Это на мотив Ивана Васильевича меняет профессию, да? Давайте попробуем сейчас. Так. Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Неужели вы у них? Верю и не верю. Таял снег, плыл рассвет, солнышко светило. Столько дней, столько дней, где же вас носило? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Вы у Коли Оли теперь. Мотив не помню. Рада очень за вас, друзья. Видеть всех вас вместе родня. Ну, раз вы так спелись теперь. Ждем от вас мы общий концерт. Единение двоих семей. Не напрасно было. Как-то так, ребята. Аплодисменты тут должны быть. Не слышу. Я не вижу ваши руки. Так, дальше. Вероника Никитина. Ребята, ну вы прям видео за видео. Это повлияли баночки от Коли и Оли. Вероника. И баночки тоже. Мы просто сильно опаздываем в датах, числах. Поэтому стараемся выпускать побольше видосов, чтобы нагнать время. Любовь Грищенко. Юльчик, а как у вас фамилия? Вы говорили, как-то я забыла. Приятная семья. С удовольствием вас смотрю. Счастья вам, мира и добра. Спасибо. Любочка. Фамилия нашей семьи? Беляевы. Беляева Юлия Игоревна. Так, дальше. Стася Влог Соколовская. Привет, артисты. Хорошего вечера. Везет. У вас тепло. Можно без шапки в осенней куртке ходить. Можно. А у нас еще только в зимнем ходят. Вопрос в рубрику. А вы 8 марта не поедете к Шаповаловым? Привет. Еще раз. Нет, на 8 марта мы не поедем. Так, дальше. Юлия Пурчил. У вас туманы частое явление? Юлечка, в последнее время да. Бывает такое, что затяжные туманы и часто. Особенно вот осенью. Осенью были туманы жуткие вообще. В окошко выглядываешь, Лена в школу проводит. Все белым-бело. Так, Венера Ибрагимова. Юля, вопрос. У вас есть волонтеры, которые занимаются приютом и заботой животных? Значит, я знаю и наслышана, что у нас есть люди. Вообще, наверное, в каждом городе есть, например, женщины, которые любят котов, другие женщины любят собак и у себя дома устраивают приют. И у нас такие есть. Где-то я в интернете, даже на ютубе видела видеоролик. Кто-то, по-моему, из наших местных блогеров или кто-то, короче, снял, ходил в гости к женщине, которая дома, у нее сельский дом, держит много-много котов. То есть, ну, есть такие люди. Вот у нас женщины просто каждый день подкармливают котов. У нас полный двор котов. Выходит, женщина с сумкой, с едой. Просто она говорит, кыс-кыс, избегая... Когда какая-то волосина мешает, представляете? Сбегаются все коты, сколько их, очень много, ребята, и кормят. Но они всегда были такие люди и есть. Мы тоже, если что-то есть, там, ну, лишнее, допустим, что наши животные не доедают или не съедят, этого много, мы выносим всегда. Лена кормит. Лене даю на булочку, она уже со школы, вижу, идет, уже купила корм, этот вискос кормит котов. Ну, люди есть, к счастью, это хорошо. Вот, а насчет приютов, прям таких вот, да, государственных какие-то учреждения, у нас несколько лет назад в городе, ну, получается, находится за трассой, за городом, открылся приют, приют для животных. Но, насколько я знаю, там как-то не совсем все чисто и гладко. То есть, город перечисляет им, получается, ну, деньги, финансы, чтобы кормить, содержать. Они там живут в клетках, в вольерах, чтобы содержать, короче, этих животных. Но, тоже я видела видеоролики, не помню, как канал называется. Молодой человек у нас видит канал, и он, кстати, там расследовал, прям ездил. Ездил туда и зашел, увидел вот эти вот чаны с этой едой прокисшей. То есть, там не все так гладко. Так, дальше. Стасия Влог Соколовская. Привет, артисты, хорошего вечера. С покупками, молодец. Леночка осваивает камеру, глядишь, скоро и Ленину кнопку будем отмечать. Вопрос в рубрику. Юль, какой у тебя был первый телефон и компьютер? О, первый телефон у меня был вот такой вот, ну, эти мобильные, да. Я тогда помню, что такая дорогая связь была. Даже платные были, не только исходящие платные были, но и входящие платные. Марку, какая модель, я не помню, но он был, он был такой большой. У меня еще на поясе он висел, вот такая вот штукенция большая. И антенка такая торчала. Это был мой первый телефон. Ну, это был как бы родители, мне давали его потаскать. А, не знаю, у меня, кстати, они до сих пор валяются. И разные были. И Nokia был, и Samsung был. И до сих пор у меня валяются три телефона, такие как ракушка открываются. Знаете, вот так вот, маленькие, кнопочные, ну, естественно, с маленькими экранчиками, там, и черно-белые, потом уже цветные были. До сих пор валяются штуки три, да или даже четыре старых телефона, если не забуду, когда-нибудь их покажу. Но они уже не рабочие, там что-то, то с батареей, то еще что-то. А, один Лена утопила в фонтане, кинула, но они до сих пор лежат. Так, а какой компьютер первый? Ну, обычный, стационарный, системным блоком компьютера, а что там, какие характеристики или фирму, я не знаю, не помню. Так, дальше, Вероника Никитина. Ну вот, входим в обычный ритм. Напишу о своих впечатлениях. Поездка получилась обалденная. Смена обстановки, лучший отдых. Видно, что вам было комфортно друг с другом. Прямой эфир классный, мы пели и смеялись вместе с вами. Спасибо. Леночка очень изменилась после поездки. На прямом эфире она была раскрепощена и даже пела с вами. Я обалдела. В сегодняшнем видео с огурчиком сидит и не стесняется. Вопрос, что до этого было не так? Не хотела сниматься. Поездка ей пошла на пользу и вам, конечно, тоже. А на одном видео рыжуха даже капотик приоткрыла перед фьюжиком. Оооо, прикольно. Спасибо, Вероника, за такой комментарий. Очень-очень приятно. Насчет Лены, что было не так? Ну, Лена такая есть. Вот какую вы видели ее, вот, что у меня волосы запутанные. Какую вы видели вот на видео у шаповалах, такая она и есть. А дома она стесняется, там как бы выхода нет, да? А здесь она стесняется, что одноклассники канал посмотрят, и она там как-то не так выглядит или еще что-то. Мы приехали, первые там два дня она снималась, вроде нормально, все. Сейчас опять закрылась, не хочет, потому что начала в школу уходить, и у нее опять страх, боязнь, что дети посмотрят, и как-то не так там этот самый что-то. Ну, вот так вот, не знаю. Так, дальше капотик приоткрыла. Наталья Богомолова. Песенка на мотив Беловежской пущи. О-о-о! Так, что это за мотив-то? Та-ра-та-ра-та-та, ага. Так, пониже, пониже взять. В Украине весна, солнце ласку дарит, Речка тихо журчит, разгоняя печали. Я пою красоту в розовинке зари, Южнобукские дали, Южнобукские дали. Ага, следующий куплет. Небо здесь полнота, небо здесь синева, И деревья здесь словно рассказа былины. И колышется здесь измрудом трава, В Южнобукской дали у деревни старинной. Тут живут доброте и любви в красоте. Лена, Юля, Сергей, Виктор, мама, Елена. Мне приятны все влоги любимой семьи. Будьте все вы здоровы, звезды нашей вселенной. Мне приятны все влоги любимой семьи. Будьте все вы здоровы, звезды нашей вселенной. Ай, аплодисменты, прикольно, молодец, молодец, классно, дальше, Андрюха Вдовин, Юля, извини за вопрос, а зачем сразу так много супа варить и потом есть его несколько дней, может лучше варить понемногу и каждый день свежий есть, Андрюха, ты че, у меня времени не хватит, это первое, во-вторых, у меня так всегда в семье было, мы варили борщ, кастрюля, которую вполне нормально мы ели 2-3 дня, и к тому же борщ, он еще вкуснее на следующий день, и также и супы, ну я не знаю, я так привыкла, у нас так и у бабушки тоже так дома, ну не знаю, я не встречала, чтобы у нас в семье варили вот просто на дне кастрюльки, чтобы вот один раз съесть, ну мне так неудобно, а че, он же в холодильнике, главное с кастрюли брать чистым половничком, грязной ложкой не лезть, и в холодильник тут же убирать, мы же даже, ну, мы не греем всю кастрюлю, я же говорю, чистой, зачерпнули, в микроволновке мы греем в тарелочках, и тут же я супы убираю, у меня вообще, я не помню, не знаю, за последние лет 10, чтобы у меня прокисал, допустим, ну ничего, как-то нормально, короче, как-то так, Так, Елена Панова, Юля, а вы уколы ставили Сергею, ему помогло, перестала спина болеть? Ответь только честно, Леночка, конечно, я отвечаю только честно, спина перестала болеть, уколы прокололи, и все, это уколы те, которые им уже обробованы, больше 10 лет он спасается только ими, только ими, Когда-то, помню, в аптеке не было, и нам дали вместо Вольтерена, мы купили Диклофенак, хотя у них там примерно схожие, ну, это самое, при схожих симптомах колется они, нифига, не помогло, и поэтому только Вольтерен. Так, Алексей Пешков, день добрые артисты, привет, и снова я, и снова в рубрику вопрос-ответ, а вот скажите, пожалуйста, все видеоматериалы, которые вы отсняли, смонтировали и выгрузили в YouTube, сохраняете где-то или удаляете? Ой, Алексей, удаляем, удаляем, к сожалению, потому что это настолько большой объем информации, что никаких носителей не хватит, ни компьютера, и покупали мы отдельные диски к памяти, вот эти вот большие, там, по терабайту, по 2 терабайта, ничего не вмещается. Смотрите, чтобы вы понимали, да, одно видео, вот сегодня я смонтировала видео, оно у меня получилось, уже смонтированное, уже полноценный ролик, вот влог, там, за такое-то число, которое вы смотрите, у меня он вышел 44 минуты, объем памяти почти 16 гигабайт, представьте, а снимаем мы каждый день, мы же снимаем в самом большом качестве, в самом большом формате, который позволяет видеокамера, мы потом не сжимаем, понятно, YouTube немножко сжимает, качество ухудшает, но это другая тема, представьте, вот, например, 16 гигабайт, мы снимаем ролики каждый день, в году 360 дней, это уже какой объем, а занимаемся мы этим больше, ну, 2 года или сколько, ну, то есть, это никаких не хватит, так это просто дома, там, зимнее время, а когда летом, мы выпускаем, например, по 2, по 3 ролика, ну, это очень много, к сожалению, приходится все удалять, так, Иван Обухов, в Украине без сала и в России никуда, несмотря на все, ага, это стихотворение, ага, читаем, с выражением, с чувством, с толком, с расстановкой, В Украине как без сала и в России никуда, несмотря на все скандалы, мы ведь братья навсегда, и пусть стараются все перестроить, нас от друга отделить, нас, нас друг от друга отделить, но нас навеки не поссорить, не порвать между нами дружбы нить, Солнце за окном искрится, по земле идет весна, а вновь зашел к артистам, ведь без артиста жизнь черна, и кричу я всему миру, не стесняясь, говорю, артисты, вы мои кумиры, я вас теперь навек люблю, Иван Обухов, город Лицкий, Воронежская область, спасибо, аплодисменты, шикарно, шикардос. Мария Тимощенко, Юлечка, а где была Ласа, когда вы были в отъезде, я уже, или я два раза вопрос скопировала, ага, был такой, Иван Обухов, кстати, в рубрику вопрос-ответ, как я знаю, у Сергея есть родственники в Нововоронеже, вот и как раз, если вы собираетесь к ним в гости, есть возможность и меня не пропустить, ой, я закрываю листочком, простите, и меня не пропустить, Ваня, обязательно, если мы надумаем, если будем ехать, потому что лиски, Сергей говорит, находятся совершенно вообще недалеко, поэтому это вообще, это без вопросов, это не обсуждается. Так, Вероника Никитина, вопрос, мама видела, как вы возвращались, или не смотрела к своему счастью, мы-то со страху, ой, так нельзя, мы-то, а мы-то со страху, оп, и трое точечки, ой, так нельзя говорить, нельзя, нельзя. Так, нет, мама не видела, мама не смотрела, я позвонила, все, доехали, все, слава богу, и трубку положили мы, нет, она не смотрит наши видосы. Так, дальше, последняя страничка, Инна Куцевол, Юлия, тебе хорошо с заколотыми волосами и даже моложе выглядишь, спасибо. Саняка есть кашу из маленькой мисочки, и у моего котика Тома такая же, с покупками вас вкусными и нужными, приятного аппетита, спасибо, всего вам хорошего. Юлечка, а какой твой любимый мультфильм? Я уже ответила, да, там, по-моему, письменно на этот комментарий, много, много детских, ну, конечно, наши мультфильмы, это, конечно, из детства, это, ну, ребята, раньше все классные мультики были, начиная от Майдадыра, я не знаю, заканчивая Винни-Пухом и так далее, они все были классные, они какие-то добрые, они какие-то поучительные. Ну, вот, я любила в детстве, например, мультик «По дороге с облаками», мультик про Фунтика, «Поросенок Фунтик», помните, да, где госпожа Беладонна? Очень мне нравился мультик про домовенка Кузя, «Нафаня», потом «Падал прошлогодний снег», такой вот еще он, пластилиновый мультик классный, ну, и, конечно, такие Винни-Пух, «Ну, погоди», ну, они все классные, их много-много-много, так, а этот, как, про планету, мне постоянно, я уже не раз говорила, и мне пишут, я не другая планета, а планета, шелезяка, ну, как там эта планета, где Селезнева-то, как она с папой на летучем корабле поехала по планетам, ну, поняли вы, седьмая планета, короче, я название всю жизнь забываю, там их несколько серий, так, поехали дальше, Наталья Лукина, или Лукина, простите, ребята, вас еще не тошнит от колбасы, я серьезно, нет, такого не может быть, нет, не тошнит, «Рыжая бестия», у артистов на канале есть две девушки-звезды, Лена Ум и Красота, Юля Шея всей семьи, есть у них две животины, Лаской Соникой зовут, две хвостатые дивули очень весело живут, спасибо, классное стихотворение, Виктория Дарница, а какая ваша девичья фамилия? О, у меня очень прекрасная фамилия, моя фамилия Ермолова, Ермолова Юлия Игоревна, я была, а теперь Беляева, очень красивая фамилия, Инна Ка, доброе утро, привет, вопрос в рубрику, Юль, вы как музыканты работаете сами на себя, а как же стаж, или вы пенсию и так будете получать? Сами на себя работаем мы, у Сергея есть стаж, я думаю, он будет пенсию получать, у меня нет, ну, до пенсии, во-первых, надо дожить, во-вторых, когда я доживу до пенсии, еще неизвестно, что будет, мне кажется, всем ее платить не будут. Так, Елена Панова, Юля, вы извините, что я спрашиваю, сколько вам лет, и Сергею, если не секрет, уже отвечала, мне 33, Сергей 58. И последний вопрос задает Люда Райковска, Юля, какая порода соники? Я хочу такую, такой нет, к сожалению, Людочка, такая в одном экземпляре производится. Вообще, порода эта покупалась в Чихуахуа, мы брали в соседнем селе ее, и, ну, было в объявлении написано Чихуахуа, а они же маленькие щеночки, непонятно, все одинаковые, малюсенькие, она вообще вот так вот, вот две ладошечки, вот так вот сложная, такая маленькая-беленькая, хорошая была такая, но у нее, но оказалось, когда она начала расти, мы поняли, что это, ну, переводняк, это не чистокровная Чихуахуа, потому что у чистокровной Чихуахуа вес максимальный должен быть 2,800, а наша Соня уже больше 6 килограмм, 6, то есть, ну, где-то там папка был какой-то соседский, я не знаю, вот, и во-вторых, Чихуашки, они отличаются, конечно, я же говорю, своим размером, и, ну, Соня у нас бракованная, у нее челюсть, видите, у нее же нижняя челюсть выпирает, такого не должно быть, у них наоборот, у Чихуашек преобладает, наоборот, верхняя челюсть больше вперед, они как остроносенькие такие, а нижняя туда, ну, как бы чуть утопленная, наоборот, а у Сони все наоборот, вот так вот, так, все, ребятки, на все вопросы ответила, пишите, задавайте, я буду отвечать, на все вопросы отвечают честно, как есть, не бойтесь, спрашивайте, все, всем спасибо, пишите, звоните, как я говорю, ставьте лайки под видео, вот так вот, пальчики вверх, пожалуйста, и подписывайтесь на канал, все, пока-пока!